я рад всех приветствовать кто заглянул на канал именно сейчас будет майя 2018 и информация которая заставила меня именно установить эту программу и лазить тут уже не первый день рассмотрено как выкручивать блендер именно там кружки чашки тазы всякие вазы и забрать рассмотрено вот здесь такой метод и вот мне он понравился давайте посмотрим канал именно называется с которого я взял эту информацию 3d для чпу вводите и заходите смотрите так имеем вот такой фон alt левая кнопка мыши это дело крутит и alt правая кнопка мыши перспектива и короче вот так вот следом что нам нужно сделать нам нужно пустышку подгрузить и по под референс это заходим в крит находим так free image plan ставим галочку apply close левая кнопка мыши alt зажатый вот так все это дело переносим вот здесь высвечивается вот такое окошко и именно папка через которую мы подгрузим сюда именно референс здесь вот если у вас этого нету вот такая штука вас то включите вот эту вот функцию называется она шоу хайд хайт атрибьют эдитер вот ядрик копать так нажимаем теперь на папку и подгружаем сюда какой-нибудь этакий референс попроще ну все таки для понимания так вот все это дело присутствует alt левая кнопка мыши все это перекручиваем alt правая кнопка мыши подгоняем и в чем я именно споткнулся в начале я не понял что вот это вот сейчас мы включим вот эту кулу и она должна рисовать по сетке сетку видел ну что-то тупанул так давайте все это дело вот это гизму перекрутим вот так вот ну и можно и наверное не знаю можно не можно ну эксперимент чуть-чуть поднять так теперь alt зажатый левая кнопка мыши перекручиваем вот таким вот образом это уже будет z ось и немножко вот так и и устанавливаем просто когда мы установим желательно ее я так понял потом уже не ворошить на чтоб она сразу стояла и уже была подогнана я пока комбинацию выравнение не знаю zbrush это control левая а shift левая кнопка мыши с альфа 6 это shift правая кнопка мыши а здесь вот извините пока пробовать не буду чтоб не сбить именно вот эту систему так погнали включаем вот эту вот кривую типа курву если что-то не так два раза на нее щелкните появится окошко и поставьте 3d кубик не один не два а вот именно три и можете это дело все закрыть теперь можно сетку убрать в принципе она нам не нужно будет отвлекать сетка отключается вот здесь вот все она не нужна и вот центр здесь вазы он делит именно центр бывает двухсторонняя ваза с одной стороны толщина стенок все в размерах и сама именно разбивка вот этого по сантиметрам сколько ваза может быть и если большая совсем по-другому узоры присутствуют бывают еще здесь вот третья раскладка сбоку тут узоры добавляют но это уже не суть важно так нажимаем на центр появляется вот такая вот квадратика и вот теперь shift зажимаем суп ровная полоса было и нажимаем у нас раз и ровная полоса приближать не буду не знаю как это все будет потом функционировать так ну если где-то угол давайте экспериментировать по поставим побольше именно ctrl z ctrl z ctrl z будем работать большими точками вот так вот чтобы точек было побольше нажимаем и просто тыкаем 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 и посмотрим что получится просто здесь вот где ровная можно опять же использовать shift будет ровная полоса и вот здесь уже на стыках надо все это дело ну в блендер в принципе такая же система но я четко не буду делать просто нажимаю и что получится будь что будет как говорится вот так вот ну что-то получилось да не ровно где-то где-то вогнуто ну не суть дела надо экспериментировать пробовать ну я хотел бы объяснить то что нашел и что меня побудило так сказать ну теперь нужно нам что мы будем выделить так снимаем переключаемся на курсор левая кнопка мыши выделяем всю вот эту кругу так получится ее вывести ну а пусть она на месте будет картинку я не знаю что там у меня не нажимается так вот эта картинка по моему попробуем ее отвести во все нажалось убралась вот у нас получается вот такая вот да не очень интересно но все-таки загогулина образ так сказать вроде повторен но не идеально можно его потом подкорректировать наверное будет сейчас посмотрим так переключаемся на курсор выделяем все это дело переключимся на гизму и вот вы видите что вот это центр вот этого гизма стоит именно не там где надо переключаемся на английскую раскладку shift alt и жмем английскую d вот получается здесь круг и мы его должны поставить именно на начало откуда мы пошли вести вот эту вот кругу так все это дело есть ну и следом что посмотрим выделена она вся ага выделена и заходим теперь в surface и находим Revol ставим галочку по оси z вот это где сетка это z ось апли вот не понимаю почему она вот такая становится тонкая так ctrl z ctrl z ну попробуем D передвинуть еще дальше курсор где-то вот сюда и попробуем ну опять же апли и почему-то ножка так ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z что-то тут пока опять поймал аплигат так попробуем давать ее передвинуть тогда уводим ее вот сюда вот сюда альт левая кнопка мыши альт правая кнопка мыши унесаем левая тут уже ничего походу не испортить вот так вот все вроде стоит вот так вроде будет поровнее и попробуем D нажать и опять же ну отведем подальше пусть будет тогда потолще и жмем опять же surface revolve опять же по оси z можем обжиг попробовать вот понятно у меня стоял пресет а нужно было обжиг ctrl z ctrl z и возвращаем вот этот D курсор назад сейчас должно получиться нормально так теперь surface опять же revolve так обжиг стоит пресет убрали аплигат бонусы снимаем выделение так альт левая кнопка мыши и чтобы все это дело именно было другим цветом по-моему нужно включить так lighting you two side lighting угу что-то нет edit mesh mesh display reverse reverse вот этот апли апли и вот это вот лихт 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 стукенция вот так вот даже вот есть пустота кстати пустоту я так понял что можно каким образом выбрать если вести вот от низа и вот так вот по стенке ведете делаете толщину уходите наверх и потом продолжаете вот таким вот образом проводить ее сбоку и вот сюда вот а вот не знаю замыкать надо нет вот эту вот часть замкнутая по моему должна быть или нет получается чтобы две стенки выкручивая так где-то такие мысли ладно ну вот такая вот информация теперь берете файл и сохранить так пардон так кредит я еще токен вот файл экспорт ал и все это дело можно сохранить можно на десктоп на рабочий стол называете как-нибудь объект и жмете экспорт ал опять же нужно посмотреть экспорт ал и формат вот у меня стоит объект здесь нажимаете еще вот ctl формат fbx формат ну и множество тут разных посмотрите как там вот как как такой где-то эксперимент вот как все это у меня получилось первый раз вот ему что-то так ну как я еще путаюсь клавишах так что извините но информацию вот такую продублировать надо было вот так вот ваза чертеж ваза всем пока